Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос, что с вами происходит, может быть достаточно разный. Разный потому, что то, что вы описываете, является следствием, но не первопричиной. О первопричине вы вообще ничего не говорите, о первопричине вы вообще по факту ничего не раскрываете, потому что ее нет в вашем тексте. Смотрите, у меня было два выкидыша на ранних стадиях, на ранних сроках беременности. На УЗИ обнаружили неправильное строение матки, благодаря которым чаще всего происходит выкидыша. Такой маткой тяжело выносить ребенка. Казалось бы, да, казалось бы, неприятно. Казалось бы, больно, казалось бы, тяжело почувствовать такое известие, да? Потому что, ну, вы же все-таки ходили, значит, видимо, ребенка, да? Вот. И это на самом деле действительно очень болезненное известие. Но. 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 Момент здесь какой на самом деле? Момент здесь такой, чего вы хотите? Именно хотите, именно хотите вы, а чего, то есть вот, какие у вас желания? Вы изначально были нацелены на что? Что? Вы изначально были нацелены на кого? На то, чтобы родить ребенка? Зачем? А почему вы именно, именно родить ребенка хотели? И, вероятнее всего, хотите. Какое значение для вас имеет рождение ребенка? Вот выделите из общей массы того, что происходит, это. Просто выделите, чтобы понять для себя, чего я хотела через ребенка. И почему именно через ребенка я пытался этого достичь? Ну, например. 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 То есть, с чем связан мой выбор поведения такого, которое вот я выбрал, да? Потому что, ну, если я хочу быть, например, родителем, допустим, то я, в общем, могу, я могу и усыновить ребенка, да? Я могу и воспользоваться услугами суррогатной матери и так далее. То есть, есть довольно много способов к репродуцированию. Но вам по какой-то причине нужно именно, значит, родить. Не каждый, не каждый человек может это сделать. Не каждый человек имеет способность к, ну, где-то рождению. Вот. Как мужчина, так и женщина. Это не конец света. Но, ваше значение, которое вот вы придаете рождению ребенка, именно ваше значение, оно откуда-то взялось. То есть, чрезмерная завышенная мотивация к тому, чтобы стать мамой. Чтобы именно родить. Это первый момент. Второй момент. Молодой человек ушел. От меня сказал, что не любит. И вообще со мной не встречался, а просто встал и использовал. Ну, вы знаете, я, конечно, всех моментов, всех ситуаций и всех нюансов не знаю. Но могу сказать так, что если мужчина уходит после таких вот известий, да, от своей женщины, это означает, что ребенок для него был, ну, достаточно важен, и он не хочет, например, встречаться с той, кто не может иметь ребенка. Потому что, ну, для него это может являться унижением, для него это может являться каким-то оскорблением. То есть, человек воспринимает на свой счет, как бы, то, что, вот, вы не можете иметь детей. А для него иметь ребенка, это, видимо, очень важно. И, если честно, то вряд ли может быть по-другому. Потому что, ну, если для вас было важно иметь ребенка, да, если для вас было важно родить, то, наверное, и для него важно также. Вы же выбрали себе человека, да, ну, с похожими взглядами, с похожими желаниями, с похожими предпочтениями, я полагаю. И вот, пожалуйста, это результат. То есть, для вас обоих было важно родить ребенка, а вы переживаете из-за того, что у вас ребенок не будет, а мужчина справляется с этим по-своему. Так что, от вас уходит и, собственно, вас принижает. Здесь, кстати, очень важный тоже момент. Вот, вы говорите, зачем он это сказал, да? Для чего он это сказал? У людей часто появляется потребность. Потребность в том, чтобы принизить человека, в которого они что-либо вкладывали, в котором они что-то давали, после того, как выяснилось, что он, ну, допустим, не может этого дать, то есть не отвечает требованиям. И человеку больно, человеку тяжело, человеку негативно от того, что он, например, в вас вкладывал, да? Ну, что-то, что-то вкладывал в вас. А в итоге вы оказались, ну, женщиной, которая, в общем-то, не способна, да, дать ему то, что он хочет. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Вот. И отсюда потребность в том, чтобы как-то принизить вас. И тем самым уравнять счет, потому что мужчине обидно это. Подобные вещи, опять же, вы восприняли на свой, в свою очередь, счет, потому что для вас это важно. Потому что вы были готовы воспринять подобный уход человека на свой счет. И с точки зрения психотерапии, подобный уход близкого человека для вас имеет, опять-таки, особое значение. То есть вы здесь руководствуетесь не тем, что, ну, грубо говоря, не тем, чего хочет, чего желает, как может и должен поступить взрослый человек в данной ситуации. А вы руководствуетесь тем, какие у вас эмоции. С точки зрения психологии, эти эмоции имеют под собой, ну, скажем так, возрастную природу. То есть вы когда-то, когда-то подобное уже испытывали. То есть от вас когда-то уже уходили. И вы очень негативно, тяжело воспринимали вот данный момент, данное действие. Вот. То есть вы тогда его не завершили, вот данный эпизод из жизни своей. А теперь, теперь вы страдаете из-за того, что запускается комплекс, который не позволяет вам не воспринимать на свой счет то, что происходит в вашей жизни. С другой стороны, не нужно забывать и о желаниях, которые вы испытываете, да. То есть, видимо, молодой человек для вас был очень важен, раз вы так переживаете из-за того, что он ушел. Вот. Ибо на самом деле, ну, если говорить о любви, именно о любви как таковой, то любовь подразумевает возможность отпустить. Если вы не можете отпустить, значит, у вас есть определенные потребности, связанные с молодым человеком. И эти потребности, они, ну, видимо, вот на какое-то время находили свою реализацию, да. А теперь, они уже не могут реализоваться. И, собственно, вот вам и результат. Дальше идем. Так, зачем он мне сказал об этом? Ответил, да. Я ведь знал, что у меня к нему есть чувства, и он мне говорил о своих чувствах. Если мужчине обидно, если мужчина переживает, если мужчина оскорблен, грубо говоря, он не станет думать о ваших чувствах. Он будет думать, скорее, именно о своих. Он счастлив, общается с другими девочками и даже не вспоминает обо мне. А должно быть по-другому, аноним. Я ему не сказал и в ответ ничего плохого, просто пожелала счастья и все. Хотя внутри меня все разбирает сказать ему все, что я думаю. А из-за чего не сказали? Ведь его поведение, оно негативное по отношению к вам. Его поведение, оно неконструктивное по отношению к вам. Даже если мужчина действительно с вами не встречался, даже если мужчина действительно с вами не взаимодействовал, ну, на эмоциональном уровне, я имею в виду, то он все равно мог бы хотя бы подождать, да, пока вы отойдете от того, что вы узнали про ребенка, но он ушел сразу. И это говорит о том, что, в общем-то, он поступил по отношению к вам некрасиво. Он проявил себя здесь, как слабый человек. И, естественно, это вызвало реакцию, которую вам нужно было выплеснуть, но вы не выплеснули. И я полагаю, что сдерживать свои чувства, сдерживать свои эмоции по отношению к другим людям, это у вас одна из характерных черт. То есть вы не являетесь, вы не проявляете себя полностью, не раскрываетесь с другими людьми, не выражаете свои чувства до конца, видимо. Вот. И здесь момент, почему не сказали? Что-то думаете. Мы были вместе, не вместе, десять месяцев. Ну, не совсем понятно, для чего вы это написали. То есть, ну, с какой целью вы написали это. То есть, десять месяцев и что? Десять месяцев это срок не такой большой, с учетом того, что вам 28 лет. У меня, на самом деле, другой вопрос. Вы почему беременели два раза от мужчины, который на вас даже не женился? Который, как я понял, не делал вам предложения. Вот что интересно на самом деле. То есть, вы беременели, а человека рассчитывали на тот, у вас будет ребенок, но при этом ребенок был бы рожден не в браке. Смотрите, у вас строение матки такое, что вы написать ребенка сложно, но можно. Для этого нужно, для этого нужно спокойствие, я полагаю, ваше. Для этого нужно, чтобы вы чувствовали себя уверенно. А вы себя уверенно не чувствуете, потому что мужчина, как бы, ну, не давал вам никаких обязательств, видимо. И что толку от его разговоров о чувствах, если он, по сути, не брал за вас никакой ответственности. Ну, я имею ввиду в плане того, что не, ну, не сделал предложение, например, о замужестве. Вот. И здесь у меня, опять же, к вам вопрос. Вы, эээ, вы чего ожидали от человека, да, который вас в жены не взял? Вы на что рассчитывали от человека получить забеременев, не став его женой при этом? Важный ли это момент? Да. Очень важный. Его нужно, эээ, выявить. Обязательно. Так. Недавно шла домой с магазина, он приезжал мимо на машине, эээ, позвал меня несколько раз, эээ, но я не стала к нему подходить. Просто достал палец и закрыл дверь. Ну, это ваш выбор. Вы так поступили. Наверное, вы имеете право, эээ, так себя вести. Наверное, вы имеете право так поступать. Ну, если это ваш выбор. То есть, понимаете, если вы здесь руководствуетесь обидой, то это решение очень ненадёжно. Потому что, ну, обида здесь не то, что вам пойдёт на пользу. Вот. Ну, мужчина позвал вас. Значит, что, наверное, хотел кто-то сказать. Наверное, хотел о чём-то поговорить. Вот. Тем не менее, вы выбрали, вы выбрали такое поведение. Вы сделали свой выбор. Да, не подходите. Это ваше право. Я не хочу его знать, пишите вы, слышать, видеть в своей жизни. Мне мерзко изнутри от его поступка, от его слов. Так. Я не хочу его знать, слышать, видеть в своей жизни. Это ваше право. Это выбор. Тут вам мерзко. Внутри от его поступка это уже ваша ответственность. То есть, это вам мерзко, а не от того, что он сделал. Давайте понять, что мужчина не сделал ничего такого, что было бы нарушение. Да, он ушёл рано. Да, он мог бы, мог бы уйти от вас, ну, скажем так, немножечко более, ну, позднее, позднее, да. То есть, когда вы пришли бы в себя, например. Вот. Он мог бы это сделать, но этого не сделал. Не сделал. Этого не сделал. Это, в общем и целом, очень такое себе поведение, но это его выбор. Опять же. Особенно, если вы его любите. И то, что вам мерзко от его поступка, это ваша реакция, которая продиктована вашим прошлым опытом в жизни. Либо вашими желаниями, которые вы стремились удовлетворить только через вот данного товарища. Сейчас у меня такое состояние, что я ничего не хочу делать. Ну, это, видимо, депрессивное состояние, когда вы чувствуете, что вы никому не нужны, ничего у вас не получите и так далее и так далее. Вот. А я всё время сплю и не хочу просыпаться. Это избегание, избегание от реальности. Самое многое есть. Это потребность в любви. То есть, в данном случае, это оральное поведение, которое говорит о том, что вам нужна любовь. Что, в свою очередь, свидетельствует о том, что сами себя вы, возможно, не любите. Сами себя вы, вероятно, не цените. И сами к себе вы, вероятно, относитесь, ну, настолько, поскольку не принимаете себя. В чём непринятие себя, в чём оно обусловлено, нужно разбираться. Потому что, если вы в таком же состоянии находились и раньше, да, ну, то есть, уже на момент встречи с мужчиной, на момент попытки забеременеть, то, в общем и целом, я не знаю. Я понимаю, почему он от вас зашёл. Потому что, не имея в себе, не имея в себе ресурсов, не имея в себе принятия себя, вы пытались это получить от него. Ну, от мужчин. Вот. А ему, естественно, ну, в силу возраста, в силу, может быть, характера, в силу индивидуальных особенностей, в силу того, как он относился к вам. Вот. Ему это было неприятно. Потому что, в общем и целом, далеко не каждый человек готов, ну, нести ответственность за другого, вот, именно в том ключе, в том контексте, в каком вы, вероятно, ему предлагали. То есть, это контекст такой, своего рода психотический. Вот. Вот. И психотический контекст подразумевает, значит, значит, зависимость от другого человека. Вот. А это, еще раз повторю, далеко не каждому по душе. Далее. Пожалуй, остановиться вам можно только через работу с психологом, через проживание того, что произошло сейчас, и проживание того, что стало первопричиной данной ситуации, данного поведения. Вот. Поначалу, где-то поступают в слезах, ну, слезы, это, по сути, дело, защитная реакция здесь, потому что вы свои эмоции в себе подавляете. Нет желания общаться с подругами? Ну, тут я бы сказал, почему нет желания общаться с подругами, то есть, что для вас общение с людьми? Вполне вероятно, что вы считаете, что с подругами нужно общаться только когда у вас все хорошо, опять же, по причине непринятия себя. И отсюда искажение вашего образа для других людей, и отсюда невозможность быть с ними в естественной процессе взаимодействия. То же самое и с родителями, но я полагаю, что с родителями это именно первичнее, потому что родители вас не принимали так много, какой вы есть, и считали, что вы должны быть определенного склада, определенного набора каких-то качеств. Вы должны обладать определенным набором качеств каких-то, которые, собственно говоря, и они хотели вас видеть. И вы понимаете, что если вы обратитесь к ним с такой проблемой, они вас не примут. Мне как будто сложно говорить, просто не хочется, потому что вы боитесь, что вас не примут, не поймут, а то еще и сделают больно. Не хочется работать, делаю все через себя, но это потому что вы не привыкли вообще, видимо, прислушиваться к своим желаниям в целом. Про людей говорил, ничего не радует, не хочу смотреть на себя в зеркало, но то, что ничего не радует, это признак депрессивного синдрома. Вот, то есть подавление, подавление своих желаний тем, что вы должны. Надо разбираться, что должны, кому должны, почему должны. Не хочу смотреть на себя в зеркало, это, соответственно, непринятие себя. Не видя своего будущего, нужно, я бы сказал, что никто не видит своего будущего, никто не может видеть своего будущего. Концентрироваться нужно здесь и сейчас, на здесь и сейчас. Поэтому, опять же, нужно учиться, начиная прямо с самых азов. Вот на данный момент сейчас, что вы чувствуете? Что вы ощущаете? Как вы себя воспринимаете? Не видит себя любимой кем-то. Ну, вот понимаете, это очень интересный момент. Не видит себя любимой кем-то. А самой себя любимой вы видите? Почему кем-то? Да? С ребенком. Опять же, зачем? Просто одна. Не просто одна. Вы наедине с собой. Как только вы научитесь получать удовольствие от пребывания наедине с собой, вы сможете достаточно легко выстраивать отношения с людьми. Так, не могу представить себе, если кто-то любит меня по-настоящему. Ну, опять же, начните с себя. Начните с того, что для вас значит любовь по-настоящему. Что такое любовь по-настоящему? Понимаете ли вы, что каждый любит по-своему? Того, кто мне не станет, не могу представить себе того, кто не станет делать мне больно. Не кто-то другой делает вам больно. Вы. Вы делаете себе больно. Самое. Самое. Потому что боль ваша. Боль ваша, вы ее испытываете по своим причинам. А у людей поступать так. Есть свои причины. И к вам эти причины отношения не имеют. Как только вы проведете черту между тем, что чувствуете вы и что чувствуют другие, я полагаю, вам сразу будет понятнее. Того, кто примет меня такой, какая я есть. Ну, сначала вам нужно себя самой принять, такой, какая вы есть. И, соответственно, из-за выше названных проблем у вас возникают вопросы. Зачем я живу? Действительно. Зачем вы живете, если вы себя не принимаете? Если вы хотите быть с кем-то любимым, если хотите быть с ребенком, а всего этого у вас нет? Ну, действительно. Зачем вы живете? Ну, зачем я здесь? Для чего? Ну, опять же, тот же самый вопрос. Да? Знаете, здесь, с одной стороны, есть игнорирование своих желаний полностью. Потому что они ориентированы на других людей. С другой стороны, не уверены в себе. И третье, это вот то, что я уже называл. Ну, и плюс заниженная самооценка, мне кажется, это тоже есть. Вот. Со всем этим, со всем этим нужно работать. Со всем этим нужно работать. Так, ко мне сейчас же приходит мысль выйти в окно. Я полагаю, что это такой у вас, опять же, сценарий. Все к этому и шло. Что вы хотите себя убить. Сценарий убить себя закладывается в детстве с родителями, которые, как правило, невербально говорят ребенку, что ты должен умереть, если ты не будешь соответствовать нашим требованиям. А наши требования очень высокие, и поэтому тебе не остается выбора, кроме как умереть. И вот сейчас это проявляется. Потому что у вас к себе и к другим требованиям такие, которые невозможно в данный конкретный момент удовлетворить, реализовать. Я подхожу к нему, смотрю, я не могу так поступить с родителями, я не хочу, чтобы они страдали из-за меня. Вот с одной стороны, с одной стороны, это хорошо, что вы не хотите, чтобы за вас страдали родители. Но с другой стороны, с другой стороны, это не здорово, что вы сохраняете жизнь не для себя, а для другого. То есть, по сути, вы как находились в своем вот замкнутом круге, да, круге ориентирования не на себя, так вы находитесь. И начал бы я с вами работу с того, что приглашил бы найти причины, по которым вы остались бы в живых для себя. Не для родителей, для себя. Ну и, собственно, заключил бы с вами такой антисоицидальный контракт, допустим, на недельку или на две. Что вот недельку или две вы пообещаете себя не убивать, да, но сделаете это не для родителей или кого-либо еще, потому что родители в данном случае нас не волнуют, а именно для себя. И вот уже в таком контексте с вами можно будет работать. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи! Подписывайтесь на мой канал! Продолжение следует...